О, мои уважаемые братья и сестры! Мы в этой программе будем проходить знамения Аллаха вокруг нас и Его знамения в нас самих. Я затрагиваю здесь самую большую проблему мусульман, потому что Слово Всевышнего Аллаха гласит так. Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих. Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного, хвала Аллаху Господу миров, меры благословения нашему пророку Мухаммаду, его чистой и непорочной семье и его благородным сподвижникам, распространившими его призыв, носителям его знамени. Да будет Аллах доволен ими и нами. О, Аллах, выведи нас из мрака невежества и предрассудков, свету знания и науки, и из океана страстей к садам поклонения. Дорогие братья и сёстры, да благословит вас Аллах! Мы продолжаем наш разговор о знамениях Аллаха в сотворении человека, свидетельствующих о его величии. Как вы знаете, в голове человека располагается мозг. Мозг — это царь нервной системы. Мозг, являющийся основой человеческого поведения, связан со своими, так сказать, подчинёнными посредством электрических импульсов. Есть также и другая система — система желёз, у которых также имеется царь. И это гипофиз. Вы не поверите, но он весит всего полграмма. Он выделяет девять гормонов, каждый из которых жизненно необходим для человека. И прежде чем мы будем говорить о гормонах, мы повторим, что гипофиз весит всего полграмма и соединён с гипоталамусом 150 тысячами нервов. Эта полуграммовая железа связана с гипоталамусом 150 тысячами нервных волокон. Для чего нужен гипофиз, царь желёз? Первая очередная его задача — выделение гормона роста. Этот гормон состоит из 188 аминокислот. Невероятно! Но для возникновения хоть одной аминокислоты без Создателя нужны все атомы Вселенной. Состав аминокислоты невероятен. У нас нет возможности сейчас говорить о нём. 150 тысяч нервных волокон соединяют эту железу с гипоталамусом. И важнейший из его гормонов — это гормон роста, который состоит из 188 аминокислот. 188 аминокислот. Повторим ещё раз. В книге «Человек» автор утверждает, что всех атомов Вселенной не хватит, чтобы возникла одна аминокислота сама по себе, без Создателя. Так же в каждом литре крови человека необходимо наличие 10 микрограммов этой аминокислоты. В каждом литре человеческой крови необходимо содержание 10 микрограммов этой аминокислоты. Если этого гормона, гормона кислоты, будет недостаточно, то человек станет карликом. Но если его будет слишком много, человек станет великаном. Так какая великая созидательная рука останавливает этот рост вовремя? Человек растёт и растёт. Но что же останавливает этот рост? Среди прекраснейших имён Аллаха есть «простирающий» и «удерживающий». И остановка роста в нужное время также указывает на величие Всевышнего Аллаха. Также есть гормон, стимулирующий работу щитовидной железы. Если её активность увеличится, то этого гормона становится меньше. А если активность железы уменьшается, то выработка гормона увеличивается. В чём заключается функция щитовидной железы? Эта железа также является очень важной. Это железа метаболизма. Что такое метаболизм? Это превращение веществ в пищи, в жизненные силы и энергию. Кто-то много ест, и его вес увеличивается. А кто-то ест больше него, но его вес не увеличивается. Причина в метаболизме. Метаболизм — это превращение еды в энергию. Что управляет этой щитовидной железой? Гипофиз. Он регулирует её деятельность. Если её деятельность увеличивается, из гипофиза поступает сигнал сократить деятельность. А если деятельность недостаточна, то из гипофиза поступает сигнал увеличить деятельность. Значит, он является управляющим щитовидной железы, железы метаболизма. У гипофиза есть ещё одна очень важная функция. Она заключается в выделении молока. Когда женщина беременеет, за несколько недель до рождения ребёнка в её груди начинает образовываться молоко. Многочисленные исследования доказали, что самым лучшим питанием для ребёнка является материнское молоко. И если мать отказывается кормить ребёнка своим молоком, то может возникнуть много проблем. Некоторые современные исследования подтвердили, что есть связь между интеллектуальными способностями ребёнка и кормлением грудным молоком. Третий гормон, также очень важный, нужен для реакции на опасность. Когда человек видит в саду гадюку или другую змею, эта картина запечатлевается на сетчатке глаза. Сетчатка, в свою очередь, направляет это изображение в зрительный центр головного мозга. В мозге находятся папки, содержащие информацию о ядовитых змеях. Эта картина сверяется с информацией в папках, и тут мозг определяет, что впереди смертельная опасность. Мозг через гипофиз, через царя всех желёз, посылает сигналы надпочечникам. Надпочечники — это желёзы, которые располагаются над почками. Первая команда — повысить пульс до 180 ударов в минуту. Вторая команда — повысить работу лёгких. Третья команда — сузить капилляры. Цвет кожи становится бледным. Четвёртая команда посылается печени, чтобы она начала выделять дополнительное количество сахара в кровь. И пятый — выделяется гормон свёртывания крови. Всё это происходит за считанные секунды. Ещё один гормон — половой гормон. В гипофизе имеется половой гормон. Он определяет для мужчины его особенности, а для женщины — её особенности. Также есть гормон, который придаёт цвет кожи человека. У некоторых людей белая кожа, а у некоторых — окрашенная в цвет. Примечательно, что гипофиз посылает сложный запрограммированный сигнал во время схваток. И вдобавок ко всему этому есть гормон, который регулирует жидкостный баланс. И если бы не этот гормон, то человек проводил бы всё своё время, не отходя от ванн и водоёмов. Жидкостный баланс, родовые схватки, цвет кожи, половой развитие и так далее. Гипофиз, чей вес составляет всего полграмма, является царём всех желёз и выделяет девять гормонов, без которых жизнь человека превратилась бы в невыносимый ад. Всё это можно подвести под слова Всевышнего Аллаха. Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Потом мы вернём его в нижайшие из низких, если он не знает своего Господа. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Субтитры создавал DimaTorzok